По последним данным, за два месяца активного сбора грибов на территории Бреста и района зафиксировано 6 случаев отравления с 6 пострадавшими. Для сравнения, в 2020 году за весь период было 14 случаев с 16 пострадавшими. В большинстве случаев люди оказывались на больничной койке из-за употребления грибов, неизвестных по своему видовому составу. Одна жертва употребила грибы, хранящиеся в морозильной камере два года. Был герой, заказавший мухоморы сушеные через интернет-магазин. Были, конечно, и люди, пострадавшие от неверно приготовленных грибов. Нередки случаи отравления изъедобными грибами, если они неправильно кулинарно обработаны. Но самым ядовитым грибом является бледная поганка. Конечно, эти случаи очень тяжелые и практически всегда приводят к смертельным случаям, потому как никакие лечебные мероприятия не помогают в связи с развитием токсического гепатита и сердечно-сосудистой недостаточности. Ядовитые грибы содержат токсичные вещества, которые вызывают отравление у человека. Такие грибы-убийцы не теряют своей токсичности даже при обработке совершенно любым способом. Идя в лес, нужно знать видовой состав грибов, собирать заведомо известные грибы, съедобные грибы. Не рекомендуется собирать грибы полиэтиленовой пакеты, потому что грибы и портятся от этого. И вообще грибы относятся к скоропортищейся продукции. И хранятся они недолго, сразу подлежат переработке и приготовлению. Хранение допускается только до 18-24 часов. Также необходимо помнить родителям о том, что в рацион детям нельзя включать грибы. Во всех учреждениях образования запрещено включение в рацион детей, учащихся грибов в любом виде. Поэтому грибы являются не продуктом детской диетики. Также необходимо помнить о кулинарной обработке грибов, особенно условно съедобных. Необходимо двукратное отваривание не менее 50 минут каждый раз со сливом отвара и промыванием грибов под проточной водой. Большинство грибников начинают свой сезон даже не с августа, а с июня. Заканчивают же, когда приходят морозы частенько в ноябре. А вот врачи свою работу с горе-грибниками не заканчивают круглый год. Да-да, оказывается, даже если не сезон, отравиться можно в любое время года и любыми грибами. Белорусы – народ запасливый. В ход идут пакетики грибов из дальних уголков морозильной камеры и, конечно, консервации. Главное – не оставаться дома и не пытаться, так сказать, отлежаться. Самую эффективную помощь оказать могут только врачи. К сожалению, отравление грибами заслуживают неотложной помощи и госпитализации в отделении реанимации. Ни одно отравление грибами на уровне приемного отделения, осмотрев и оказав помощь, к сожалению, домой мы отпустить не можем. То бишь такие люди подлежат интенсивной терапии в течение двух-трех суток, если у человека не развились какие-то грозные, жизнеугрожающие состояния осложнений. Что касается помощи первой, конечно, даже дома, если вы поняли, что съели недоброкачественные грибы или, не дай бог, ядовитое, самое первое – это, конечно, нужно вызвать скорую помощь. Но если так случилось, что вы где-то далеко или пока нет возможности это сделать, в первую очередь это обильное питье, употребление активированного угля. Вызывать рвоту я, конечно, не рекомендую, потому что, к сожалению, это достаточно тяжелое состояние для человека, и не каждый может это сделать. Если вы уж очень хотите сами отправиться на тихую охоту, чтобы насладиться всем ритуалом в полной степени, но не до конца уверены в своих знаниях грибной палитры, обязательно берите с собой знающего проводника. В другом же случае всегда есть Брестский рынок. Преимущество в том, что любой товар, который поступает на прилавки рынка, проходит ветеринарно-санитарную экспертизу с получением сертификата в последующем, что может гарантировать безопасность купленного продукта. У нас самое элементарное, люди не умеют приготовить. Любой гриб перед жаркой, даже белый, надо 20 минут кипятить, проварить. Затем только их надо жарить. Один гриб только сыроежка, который можно сразу их жарить. А у нас люди все быстрее, понимаете? И плюс грибы маринованные, любые грибы хранятся сезонно, а не по 2 года и не по 3 года. Не знаешь гриб, лучше его вообще не брать. Пусть он дальше растет, а не сбивать ногами, потому что много грибов, даже тот мухомор нужен животным. Если бы каждый непутевый грибник знал, с какими ужасами он столкнется, будучи в реанимации, и какие последствия будет переживать его организм, подумал бы еще 10 раз, глядя и сомневаясь, брать или не брать тот симпатичный гриб, загадочно выглядывающий из-под мха.